Его надо подключить к плате, чтобы моторчики работали, а потом подключить саму плату. На сборку робота руки у Резвана и Сияра ушло почти три месяца. Собирали по инструкции и ни разу не ошиблись, похвастались ребята. Сейчас остались последние штрихи и робот готов. Когда мы подключим моторчики, он с помощью пульта будет сам двигаться, подавать предметы, ехать, поворачивать, каркас. Урок робототехники в первой служебской школе появился благодаря открытию точки роста с начала этого учебного года. Благодаря инновационному центру у школьников есть возможность углубленно изучать биологию, физику, химию, информатику и другие школьные предметы. Открытие центра точки роста станет большим толчком, перезапуском всех программ, которые уже сейчас умелись в школе. То есть и дети будут лучше заниматься этими дисциплинами. И это в дальнейшем поможет детям уже с дачей ЕГЭ, ОГЭ, так как уже более качественно, более как-то наглядно дети уже смогут на примере просмотреть это все, изучить и увидеть сами. Для педсостава «Точка роста» возможно сделать уроки для ребят познавательнее и интереснее. Немалую роль в этом играет и современное оборудование, приобретенное благодаря проекту. К примеру, кабинет биологии пополнился не только новой техникой, но и различными приборами для проведения опытов. Есть даже цифровые микроскопы. С появлением цифровых микроскопов стало возможным увидеть то, что мы до этого не могли, как говорится, видеть. Вплоть до наших цифровых микроскоп используют для того, чтобы определить даже ценность бриллианта. То есть состав можно посмотреть. Вот такую функцию выполняет. Это ноутбуки. Помимо ноутбуков у нас появилась интерактивная доска, проектор, который был подключен к интерактивной доске. С помощью новой техники учащиеся могут измерять температуру, изучать различные микроорганизмы, проводить химические и физические опыты. Практические занятия теперь проходят через электронный формат. Практика у нас проходит на компьютере, на интерактивной доске. Интерактивная доска подключается к мультидатчику и через экран показывает все эти оборудования. Для чего они используются. Точки роста открываются на базе сельских школ и общеобразовательных учреждений малых городов. В рамках проекта «Современная школа. Наспроекта образования». Такие центры появятся и в этом году в 20 различных общеобразовательных организациях республики. Сам проект реализуется с 2019 года. С 2019 года по сегодняшний день уже открыто 83 центра «Точка роста». В 2023 году планируется создание еще 20 центров «Точка роста». Работа уже ведется, вообще образовательные организации определены, ответственные определены за эту работу. Также в 2024 году планируется еще создание 10 центров «Точка роста». И в будущем планируется охватить все школы сельские и школы малых городов. Благодаря 20 новым точкам роста, открывающимся в этом году, проект охватит более 100 школ республики. А до конца 2024-го такие точки роста должны появиться практически во всех школах России. Дана Плиева, Магомед Доскиев, Новости 24.